Лет 5 назад на фразу Я купил китайское авто, над вами вы посмеялись Сейчас вас примут спокойно А через несколько лет и вовсе вам пожмут руку За то, что вы выбираете продукт С отношением цены и качества Спрос на китайское авто в России вырос с марта 22 года И по прогнозам на 2023 год Китайское авто в России появится еще и еще больше Что об этом думают сами барнаульцы и специалисты За ту начинку, которая есть вот у этой модели Ну, в принципе, я доволен Максим уже месяц катается на модели китайского производства Вообще, он думал еще над корейским и европейским вариантом Они были в приоритете Но заравнил цену и понял Вот она, его ласточка Я сел комфортно То есть, я вот говорю, как к душе припало Я сел, мне сразу было комфортно в автомобиле То есть, я почувствовал габариты В управлении мне она понравилась По звуку понравилась По динамике В принципе, подраскидал мысли И решил, что да, надо брать Роль сыграли, конечно, и условия Китайца он взял салона С гарантией и множеством плюшек В то время, как европейские авто Официальные дилеры продают БУ И, возможно, еще придется вложиться и в ремонт По данным Ассоциации европейского бизнеса В 22-м году количество китайских авто На дорогах России стало больше С 10 до 37 процентов В 23-м году им пророчат половину рынка В прошлом году из России ушли такие марки Как Ford, Nissan, Skoda, Renault И этот список можно продолжать почти до бесконечности Теперь официальных дилеров в России Этих марок у нас нет Поэтому машины можно купить только через параллельный импорт И поэтому наши автолюбители смотрят на рынок Китая А Китай смотрит в сторону нас Поэтому в этой ситуации все оказываются в плюсе Сократилось количество в плане предложения европейских брендов Всем известные бренды, как Mercedes, BMW, Volkswagen И сложилось это ввиду того, что большинство заводов Либо просто перестали поставки производить Либо заводы, которые находятся на территории России Также перестали производить машины По данным автостата, в 2018 году автолюбители не воспринимали китайские авто То на сегодняшний день картина совсем другая Хоть и отечественная Lada на первом месте несколько лет Автостат подтверждает популярность китайских марок на 25% В 2022 на рынке фиксировали взлет интереса к машинам из Поднебесной в марте Летом спрос упал из-за проблем с логистикой Плюс на фоне популярности китайские марки подняли цену Но и такая стоимость оказывалась ниже европейских брендов А после сравнения цены и качества выбор делали в пользу Китая К тому же самые топовые в последние годы европейские авто испытывают дефицит комплектующих Откуда у нас запчасти идут? Практически все из Китая Поэтому все европейские и корейские машины Они сейчас наполовину из китайских запчастей состоят Потому что они выгоднее Специалисты не исключают и еще один фактор Влияющий на выбор неевропейских машин Также главным фактором при выборе является все-таки и система безопасности И комфорт, ну помимо цены Ну и плюс ко всему, на мой взгляд, людей в китайских брендах привлекает современный дизайн Поднебесные конструкторы выпускают множество форматов авто Например, есть даже вот такой вариант для коллективной поездки марки ION TIME В ходу, конечно, классика За 2022 год число дилерских центров китайских брендов в России стало в полтора раза больше С января китайские авто делают в Калининграде На старте продаж в России 5 марок Наш автопром разворачивается на восток Скоро смеяться над китайскими машинами будет некому Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, День с толком